35 единиц техники на отрезке протяженностью больше 4,5 километров. С прошлого апреля от советской армии до лесной работы ведутся двумя способами закрытым и открытым. Большая часть коллектора почти 4 километра скрыты под землей. Здесь же применили другую технологию. Открытым способом из 600 метров выполнено почти 200. То есть сами цифры говорят за себя, мы уже на финишной прямой. Основные трудоемкие работы мы закончим в апреле месяце. Далее наступает этап так называемый предэксплуатационной подготовки, разрешительной документации, сдача объекта в эксплуатацию, пусконалодочные работы. Объект все-таки непростой. Напомню, что объект обслуживает не только мероприятия, связанные с чемпионатом мира и сам стадион, но и в значительной мере разгружает те проблемы, которые сегодня есть в этой части города. Дублирующий коллектор Волжского склона будет соединен с коммуникациями территории радиоцентра, где сегодня идет строительство стадиона и других спортивных объектов. После завершения монтажа проведут испытания и только после этого засыпят котлован. На случай возможных аварий в дальнейшем на протяженности всего участка подготовлены контрольные точки. Для эксплуатации объекта предусмотрено 48 смотровых и эксплуатационных колодцев и камер. То есть каждый участок, чтобы вы понимали, 4600 метров с определенной частотой стоят эти колодцы. В случае, если происходит какая-то аварийная ситуация, бригада выезжает, производит пусконаладочные ремонтные работы и дальше система работает в полном объекте. На сегодняшний день работа выполнена на 75%. Изготовлен новый коллектор с использованием стеклопластиковых труб, что позволит обеспечить бесперебойную работу в течение 70 лет. Новый современный коллектор по проекту должен начать свою работу в сентябре, но подрядчики уверяют, что произойдет это гораздо раньше, уже в мае запустят его в работу. При этом у старого коллектора, построенного 40 лет назад, есть впереди еще 10 лет для работы. Так что во время чемпионата мира по футболу 2018 года с нагрузкой они будут справляться вместе. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, События.